Операция на сердце, но пациент в сознании теперь так устраняют пороки сердца. Тонкая проволока на самом деле высокотехнологичный аппарат, на языке врачей окклюдр. Чтобы добраться до главной мышцы, нужен едва заметный разрез. И это не самое важное отличие от старых методов. Нет такого количества боли, как при открытых операциях. Ребенок практически завтра будет практически здоров. В течение полугода ему нужно будет соблюдать некоторые ограничения, а после полугода это будет уже практически здоровый человек, которым ничего не грозит. Когда обнаружили, перестали заниматься, стали наблюдаться врачей. Но теперь я так понимаю, что теперь возможно все. Бросить художественную гимнастику ее дочери пришлось по медицинским показаниям. С пороком сердца Анастасия Матвеева прожила 16 лет. Здоровый румянь журналисты поначалу приняли за макияж. Оказалось, пару часов назад сердце Насти коснулись нанотехнологии. Мне даже больно не было. Я просто нервничала. Меня привезли, сделали все, публика и все. Хирургических центров, где проводят подобные вмешательства, в России хватает. Проблема в другом. Прибор производят только на Западе. Поэтому, чтобы проводить подобные вмешательства, российским врачам сначала нужно освоить западную технику, а затем найти деньги. Обучиться радостных кардиохирургов взялись коллеги из Новосибирска. Мастер-класс рассчитан всего на один день. Говорят, этого достаточно. Прибор прост для профессиональных рук. Одиноклютор стоит 120 тысяч рублей. Конечно, можно разработать и отечественный. Медицинский инструмент высокотехнологичный. Проще нам купить его и помочь сейчас больным. И разработать программы, чтобы в России были эти технологии. Чем нежели сейчас производить свой и не закупать импортный материал. За день обучения сделали 7 операций. Большинство спонсировал Федеральный благотворительный фонд. Чиновники уверяют, до конца года специалисты приедут еще раз на более сложные операции. В Саратове за год рождается более 100 детей с пороками сердца. Нина Мышкина, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.